встречаем рассвет друзья доброе утро это значит что это значит хорошо но ясно такая смотрите какая толще до метра два наверно си не больше вот мы у ребят другой машине и сейчас мы едем школу там сегодня открытый урок на и род в ту сторону и там мы пообщаемся уже с местными с детишками посмотрим как они живут какие дети на двух машинах мы это все делаем и все пусть дорогу дальше на солнце идем конечно свершилось благодаря нашей команде алексей пути не хотят меня совсем еще пока что не горит не готов но мы уже едем с вами за рулем что можно сразу сказать впечатление идет мягенько руль очень крутой и поворачивается как будто наверно машина вот 60 годов американские по тяге надо быстренько переключать сцепление и передачу потому что чувствуется что инерция в машину очень маленькая начинает притормаживаться да пойти еще не знаю ощущение пока такие первые они же самые такие неправильные наверно народ они пугай меня туши ну хорошо тянет я тут думал что он там будет немножко куда не очень классно тянет руль чувствуется только вот как-то ну по-другому немножко все-таки бестяк что обратная связь бочки 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 как по зимникам будет не интересно это как в индистрале выехать но здорово привет как она как зовут куда слова мы не пхук это не фотку не фотку это для записи звука не могу мы с россии с матушки с большой земли едем на чакотку а это гонка который не они это экспедиция тестируем вот эти вездеходы нравится ну вот приехали школе детям показать вот школа вот и мы приехали показать вот такая школы с местными жителями да интересный чувак да здесь тут школу не прогуляешь если только в тундру не уйти смотрите какие псины мощные вот это я понимаю подготовка ни хрена ся здравствуйте военные действия охрененно настоящие стреляют ну когда подержать ну передерни затор что-то затор не дожди все ни хрена ся ну-ка ты попробуй что-то пошло не так отлично патроны еще не дают тогда школьная программа подготовка не все равно же надо уметь обращаться здесь медведь заходит сюда белый ясно а теперь на все деньги а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 покажите какие у вас классы телеки все современно ты как раз лишь можешь передать самой себе ого здравствуйте так как музей круто а чё за кости серьезно ничего ребята говорили что здесь бивни да можно найти я очень дорогие они типа на черном рынке все довольно простая школа он спортзал тепло здрасте переменка дети резятся как нормально все а главное что здесь люди добрые это очень важно кость мамонта крутяк я когда-то когда ездил на рыбачье так там был позвонок кита вот это дура там была такая здоровая украина художник 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 море борис молчанов основатель письменности и поэтесса акдо аксёнова да ну еще буквально две-три фигуры меня ненко и попов попов вот этот пятый получается вот четыре из них четыре из них учились в этой школе жили вот жили вот здесь и так далее и так далее это макомиаку турдагин вот его портрет за шторкой и в коридоре вот вы видите работы которые висят и так далее это его борис молчанов тоже там есть его работа но до шума понятно что она вообще сформировала письменностью не было там еще 70-х годах долганскую ангенасанская появилась буквально в 90-х то есть там жарницкая еще там авторы формировали поэтому место такое я его называю место силы с одной стороны ничего особенного домики на коленях на ножках и так далее и так далее а с другой стороны очень много связано с людьми с историей волочанка это самый центр таймыр это ключ ко всему мы даже вот вы заметили вы тоже никуда не денетесь и не проедете волочанки если вы их пересекаете что с востока на запад что с севера на и в любую сторону куда вы не пошли через таймыр вы проедете через волочанку экотуризм мы очень пытаемся развивать эту тему и первый заезд первая группа к нам заезжает 17 апреля у нас будет проходить фестиваль из-за кого как кстати говоря фестиваль семьи местные семьи в 17-м с собой в знаниях культуры языка и к нам приезжают очень высокопоставленные так скажем туристы из компании интерос топ-менеджеры которые готовы платить приличные деньги и уже сделана предоплата это всегда факты когда начинается экономическая и эти деньги уже пошли хоть это вот всего четыре человека приезжает небольшие может быть масштабах на эти деньги уже пошли в развитие территорий на эти деньги ремонтируется квартира где-нибудь проживать закупаются мясо у местных жителей рыбы и так далее и так далее и этот вопрос для нас очень важный вот мы с моей супругой сколько можем его будем двигать ну и есть еще один проект который к сожалению правительством Краснодарского края почему-то то ли списан то ли уничтожен или то ли может быть будет развиваться заплаченным бюджетных денег на разработку проекта этнодеревни поселка Волочанка который включал в себя как раз строительство деревни промыслов и так далее и так далее и должно было поднять экономику территории вот значительно не знаю там как какое-то недоразумение сейчас происходит мы тоже боремся за то чтобы этот проект на уровне государства был поддержан мы надеемся что будет поддержан если он не будет поддержан мы очень сильно будем в камеру скажу разочарованы и будем бороться за того чтобы человек который его завалил привлекался к ответственности хорошо а как вот например вот если кто-то сейчас вот смотрящий нас зритель с другой стороны экрана захочет например к вам приехать и пожить неделю сколько бы это бы стоило бы ему на сегодняшний день и можете ли вы это предоставить можно то есть да да это можно сделать это не просто пятьдесят тысяч рублей ориентировочно стоит недельное проживание здесь сюда входит техника снега ходит без него никуда собачьи упряжка проживание питание питание из местных продуктов полностью рыба мясо и тогда и так далее вдоволь сколько сколько угодно ну вот знакомство с традициями обычаями все что мы можем показать но надо не забывать что все-таки наша территория она больше кризисная то есть у нас здесь очень непростые условия и в основном к нам приезжают люди сюда которые ищут ну наверно вот все видали и вот приехали у нас вот не так давно был химушин фотографная история в лицах проект мировой фотографировался ну очень много людей таких необычных на приезжает которые готовы чем-то жертвы где можно это посчитать но я веду страницу фейсбуке телебекин денис телебекшин денис вот у меня есть страничка это единственное что мы сейчас на себе позволить потому что интернет через спутник и остальные ресурсы развиваться в этом вопросе сейчас маша перед переживать ваша задача ваша задача внимательно слушать если будут вопросы задавать и постараться больше узнать и запомнить я предоставляю слово алисею вот столько что вернулся с антарксиды давай попробовать у тебя есть такая возможность сашка ну-ка давай я песни не знаю ну хоть какую-нибудь какая твоя любимая ну как ты учил че ты влешь че влешь да ну что ж ты давай давай это что да это чтобы локоть ставить удобно было ехать так ну что все посмотрели? а здесь маленькие детки уже учатся вот у нас среднеобразовательная школа пойдем посмотрим как они здесь живут ну вот такая школа кухня ну не спеши не спеши увидишь не спеши говорю увидишь да подождем Настю твою хорошо здрасте здрасте вот так ну видите как штукатурка повалилась ну здесь питание ну это такой я так понимаю спортзал да возвращаясь к нашему вопросу посмотрев уже ваш быт хотелось бы задать еще раз повторно что же не хватает может быть как-то могут люди помочь расскажите с какими еще трудностями бытовыми что необходимо может быть и ну на то мы и люди что помогают друг другу вот если бы у меня была бы такая возможность кто-то из вас приедет в Волочанку я вам обязательно помогу а если вы можете помочь нам то это тоже хорошо нам нужны в принципе будем откажемся от самых простых вещей нам нужны спортивный инвентарь мячи футбольные дети обожают футбол любимый клуб как вы уже знаете это Барселона Испания баскетбольные мячи любое спортивное оборудование в нашем поселке проживает много малообеспеченных людей и многодетных семей поэтому теплая одежда теплая обувь пуховики предметы для творчества для рисования потому что мы удалены к сожалению у нас этого даже всего и не продается за этим специально где-то на вертолете буквально в столицу Таймыра это не всегда получается поэтому если у вас есть желание помочь пожалуйста я у нас нет с этого связи но у меня есть страничка в фейсбуке еще раз напомню Денис Теребихин можно найти Денис Теребикшин если по-английскому по раскладке вы сразу узнаете там на страничке наши дети и вы поймете что это там хорошо спасибо большое побольше есть и по лохмале с доброй а так все собаки очень доброжелательные да знаешь как ему хорошо нравится волскаться аааа ну что понятно как он а что это за антенна такие система дальней связи использовали когда не было спутниками и они автономные их не надо обслуживать ну да ну зато груда металла такая огромная но они ж на аэра так в резерве мало ли спутник накроется периодически видны следы крупного рогатого вроде бы скота все идем и продолжаем двигаться по руслу реки я вам сказать что я хорошо пара часов только что поспал сейчас на реке не так качает даже если и качает значительно как бы сейчас поэтому поспать не буду вроде у нас как бы обед должен быть скоро приехали мы на обед как я удачно проснулся сейчас моя задача набрать водички тут столько снега друзья что проваливаешься все готово пошли что снега не сыпать не засыпали ну почему лишь больше но это наверно должна разбавить контент ну чё мы едем и едем детской сатю не разбавил давай тема сегодняшнего дня волочанка и детский шкур до детки хорошим хорошего скромные я заметил значит городских детей в школе работал 10 лет только две девчонки были которые сейчас на улице так тепло нас он догоняют камазы и у них очень плотный нас а мы скорее всего немножко подпортим им дорожку сейчас у них не будет этой колеи и в этом конечно есть свой косяк но идут идут в общем мы не входим в их колью из-за этого когда мы идем по колье мы разбиваем вот эту рамку расширяя колеса вроде уплотняю но незначительно но при этом им тяжелее они теперь надо контролировать им дорогу не будут съезжать с нее пошли мы грузовички пообщались немного и погнали они говорит сто пятьдесят сто семьдесят тысяч зарплата ну и тоже не любят здесь закадывать доедут они не доедут вот так на соняки тащат покушали теперь можно и поспать по следу интересно получается что чуть-чуть все равно укатывается нормально мы что легкие в этом я думаю не так сильно мы вредиме кажется так вот такой вот такой прямой участок чего не вот так виляют что они не могли бить прямо его чем-то связь есть идея или так получилось и получилось смотрите как интересно деревня была когда-то это старый уральчик и работает везут всякую фигню шифер и дрова это вот этот чувак рассказывал что вот колонна вместе с ними идет сразу как тяжело пошло до чувак сломался вперед назад вперед назад тяжелый работен с прицепом у нас уже третья очередная заправка сейчас мы все разбираем заправим все траки грузовики наши моя команда не очень любит когда называют грузовики траками прикольно такая сломка есть много еще бочек целых круто снега вообще дохеришь смотрите какая глубина здесь укатан так асфальт что конечно как магистраль луна такая красивая уже минус опустился траки конечно все засыпанные снежком едешь и тебя по келье постоянно так качает качает а мы так как не входим в колю это конечно немножко сложновато мы ее утаптываем по-другому вот так что такие дела но мы пойдем туда насыпаем снежка мы все едем и едем далекие края где только будут ну как движение нормально тяжелая дорога 28 вот мы добрались до еще одной деревни катары и все будем вставать на ночь снег довольно тяжелый ну забуксовали вот такой у нас есть улов вот ловец и что это карась никогда не слышал все день подходит концу у нас вечернее чаепитие ложится спать уже 19 часов прошли сегодня 250 километров это наш новый рекорд 250 молодцы это не я это строгал кто-то из наших ну вот такая красота получается добавили соль перца и на вкус честно достойно ну раз подъем в 6 часов почему 6 ну ты же вчера сказал хватит нас мучить всем нормально уже всем солнце вовсю светит ехать надо прикольно спокойной ночи друзья